Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Продолжая разговор о послании к евреям, мы обратимся сейчас к 10 главе. В 10 главе автор этого послания снова возобновляет рассуждение о том, как соотносятся или не соотносятся друг с другом завет, который был заключен через Моисея, и завет, который заключен Господом Иисусом Христом. Он говорит здесь о том, что, собственно, закон, составлявший ядро Ветхого Завета, Моисеева Завета, появлял собой лишь тень того, что ожидает людей, того, что Бог хочет дать. Тень будущих благ имеет закон. Так выражается наш с вами синодальный перевод. Он имеет тень будущих благ, а не сам образ вещей. Таким образом, будущее великое благо, которое только прозревается, предчувствуется, тень, которую мы видим в законе, но в полноте мы этого еще не видим. Поэтому снова он повторяет тот же аргумент, который был в предыдущей главе. Тех, кто из года в год приносит одни и те же жертвы, закон все никак не может сделать совершенными. Ты снова и снова и снова все то же делаешь и все то же делаешь, и закон ничегошеньки не меняет, не делает тебя совершенным. Вообще говоря, это очень поучительно, потому что, как я уже говорил, христиане рано или поздно пытаются вернуться вот в этот Ветхий Закон. Полагая, что надо снова и снова приносить какие-то жертвы, что-то такое, вот выдумываем мы себе какие-то духовные пути, которые в сущности являются повторением Ветхого Завета. Формально, внешне, в рамках нового, а по сути Ветхий. И вот в этом смысле послание к евреям чрезвычайно для нас важно, чтобы мы увидели, что совершенно все должно быть или может быть по-другому. Закон не может сделать совершенными тех, кто повторяет снова и снова одно и то же, потому что, если бы это было возможно, это не надо было бы повторять. Служители, иначе выражается апостол, очистились бы с первого раза и не стали бы приносить другие жертвы. Но жертвы ежегодно напоминают о грехах. Жертвами каждогодно напоминается о грехах, потому Христос, входя в мир, говорит. И здесь апостол цитирует, как слова Христовы, слова Псалма, причем греческого перевода этого самого Псалма. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но ты уготовил мне тело, и вот я иду исполнить волю твою Божию». Итак, отчасти произвольно автор вкладывает эти слова Псалмов в уста Христа, предполагая, что так можно делать, хотя это не ипсиссимоверба, не записанные собственные слова Христа, а некое в древнем тексте высказывание, которое можно так истолковать. Вот автор считает, что это прямо Христос так и говорит. Ну, вообще говоря, конечно, имеет право, но тоже надо понимать, что это экзогетический прием, а не ясная, простая, последовательная логическая цепочка. И вот он рассуждает следующим образом. «Жертвы приносятся много раз год за годом, поэтому они не решают проблему, не делают нас совершенными. Если бы делали, достаточно было бы принести один раз. Но Христос говорит о том, что нет, Бог не хочет ни таких жертв, ни таких приношений, а хочет, чтобы исполнить волю Божью, чтобы мы, или вернее, чтобы Христос исполнил волю Божью о нас. И поэтому эта однократная жертва освящает нас. Именно потому, что такова воля Божья, которую Христос приходит исполнить, вот поэтому мы освящены однократным принесением тела Иисуса Христа». В прошлой главе, в конце мы с вами недоумевали, как же так, что он имеет в виду, говоря, что там кровью Христовой может быть очищена наша совесть. И где здесь логика, и как это происходит? Вот как. Оказывается, что пролитая Христом за нас кровь исполняет волю Божью о нас, чтобы Христос принял на себя нашу смерть и ответственность за наш грех. И вот поэтому единократное принесение тела Христова может нас осветить. По сей-то воле Божьей освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Единожды и навсегда. Вот, собственно, вывод, к которому в этой части послания приходит автор. Дальше он приводит еще примеры, еще некоторые аргументы, почему он считает, что крестная жертва Христа, жертва, принесенная на кресте, действительно совершенна. Он говорит о том, что каждый священник ежедневно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, а Христос одну жертву за грех принес и навсегда воссел одесную Бога. Единой жертвой он осветил всех полностью и навсегда. И поэтому дальше он говорит о том, что, вспомните, обещая заключение Нового Завета, Бог обещал, что он простит беззаконие, не воспоминет их более, вложит закон в сердца их, и вот главное – это я прощу беззаконие их. И потрясающе совершенно, простой и понятный логический ход, ход неожиданный, предлагает своему читателю, автор «Последник евреям». Почти, знаете, почти запутавшись в предыдущих рассуждениях, он говорит, тем не менее, в 18 стихе простую вещь. Он говорит, а где прощение грехов, там уже не нужно приношение за них. То есть он говорит, посмотрите, про Новый Завет сказано, что там будет прощение грехов, и значит, никакого приношения за них уже будет не нужно. И поэтому Христос один раз принес себя в жертву, тем самым очистил и осветил нас всех, откликнувшихся на его призвание. Вот конец этого раздела, последний стих, обращенный как источник света на все предыдущие тексты с сложно угадываемой логикой. Вот он действительно чрезвычайно важен. Ну, конечно, с тем вместе. С точки зрения этого высказывания, это и апофтегмы Павла, ну или не Павла, важно посмотреть на свою жизнь сегодня и на наши взгляды. Понимаете, в Новом Завете, напоминает нам автор послания к евреям, есть прощение грехов, и уже не нужно приношение за них. Таким образом, вся та практика разнообразной имитации замещения приношений за грех, который существует во множестве христианских традиций, она вся прямо перпендикулярна священному писанию. Логика здесь с нашей стороны не прослеживается. Зачем мы, как говорит русская пословица, заставь бурака Богу молиться, он весь лоб разобьет. Да, ну вот, что вы что, с какой целью? Мы, делая многое, думая, что мы тем самым приносим Богу некую жертву за грех. Мне не особо хочется приводить конкретный пример. Я думаю, что все православные христиане в России могут обвести реальность вокруг себя взглядом и понять, что это такое. Вот, автор послания к евреям говорит, ребята, все по-другому. Жертва Христова принесена, она дала прощение, потому что это жертва Нового Завета, и уже не нужно приношение за грехи. Это не значит, что мы стали безгрешными, но это значит, что нам надо как-то более тщательно думать о том, что все это означает, как нам с этими грехами быть, и что здесь может или не может быть сделано. Чтобы мы не усомнились, автор продолжает усиливать свою мысль, подчеркивает и говоря, имейте дерзновение входить в Освятилище посредством крови Иисуса Христа. Но для нас это поэтичное высказывание, а для его читателей это означало, что омытые кровью Иисуса Христа, то есть сказавшие, я ученик Иисуса и принимаю крещение во имя Его, уже могут в Иерусалиме идти во святое, и даже во святое святых, имеем дерзновение входить в Освятилище. Нам открыт доступ в Освятилище благодаря крови Иисуса. Автор таким образом имеет в виду, что для участников Нового Завета, тех, кто стал участниками Христового Завета, открывается путь к непосредственной встрече с Богом, к прямой встрече с Богом, к тому месту пребывания, лишь символом которого является святое святых. Вот он открыл нам завесу, новый живительный путь или путь новый и живой, которым он открыл нам завесу, плоть свою. Таким образом, для автора плоть Христова, воплощенный Сын Божий, становится именно этим местом встречи одновременно путем. Я – путь истинной жизни, как говорит сам Христос. Вот здесь пытается автор понять эти слова Христа и как-то их объяснить, хотя и способы пути, логика объяснения для нас оказываются и непривычными. И чрезвычайно важно, что вот он говорит, ну раз все так, раз у нас есть великий священник над Домом Божьим, ну устремимся же к нему. То есть он предлагает теперь жить в Новом Завете, не воспроизводить логику, стиль, действия Завета Ветхого, а стремиться ко Христу, вот этим путем, стремиться к Отцу Небесному этим путем новым и живым. Будем приступать с искренним сердцем, с полной верой, очистив сердца от порочной совести. И будем держаться исповедания нашей надежды. Будем держаться нашей надежды, потому что тот, кто дал нам это обещание, верен. не потому, что мы хорошо и эффективно приносили жертвы за грех. Не поэтому. Не потому, что мы каким-то образом заслужили правильными действиями и исполнением закона и так далее. Не поэтому мы приступаем к Отцу Небесному, а потому, что верен обещавший. Будем держаться нашей надежды, потому что Бог верен. Бог, который сказал приходящего ко мне не изгоню вон. Вот Он верен, а не мы. Это уже очень важно помнить не только про себя, но и про других. Но и про других. Мы все приходим к Богу, потому, что Он верен своим обещаниям. А друг друга же, говорит апостол, ну что друг друга? Будем поощрять друг друга к любви и добрым делам. То есть поощрять, помогать, способствовать, призывать, убеждать, побуждать, как вот другие переводы предлагают нам варианты, к любви и к добрым делам, не оставляя собрания своей общины, как это водится у многих. Таким образом, мы идем за Богом, потому, что Христос принял нас в свой завет и принес одну единственную жертву за нас. Соответственно, Бог верен, обещавший нам прощение в этом новом завете. Ну и вот теперь будем в этом новом завете жить. любить друг друга и совершать добрые дела. Любить друг друга, совершать добрые дела. Вот, собственно, да, и будем вместе, не будем оставлять собрание своего, но будем ущевать друг друга по мере приближения конца времен. Вот такая, казалось бы, достаточно простая логика приводит автора к тому, что необходимо, если ты хочешь быть христианином, участником завета, быть искупленным жертвой Христовой, значит, надо жить в соответствии с этим. Есть еще третья часть этой главы, десятая, она достаточно пространная, третья часть, в которой автор послания к евреям говорит вот что. Говорит, если же мы, получив откровение истины, узнав Новый Завет, войдя в него, тем не менее, снова будем грешить сознательно, нарушать требования этого нового закона. Ну, понимаете, говорит он, вы помните, что уже жертвы за грех нет, уже все, невозможно войти в Новый Завет и грешить, потому что и наказание будет куда страшнее, и уже не остается возможности принести жертву за грех, можем только ожидать суда и огня. вот он сравнивает, так сказать, наказание Моисеева закона, которым тоже многие вещи карались смертью, с тем, что если ты согрешишь в Новом Завете, у тебя уже нет шансов, у тебя уже нет средств, нет жертвы за грех, которую можно было бы принести и очиститься. Вот в чем дело. Страшно впасть в руки Бога Живого, завершает апостол Павел эту часть своего свидетельства. И тоже для того, чтобы поощрить своего читателя жить по правде Божьей, он говорит, вспомните прежние дни, вспомните, как вы были наполнены светом, просвещены, выдержали великий подвиг страданий. И дальше он напоминает читателям те, по-видимому, гонения, страдания, разнообразные притеснения, которые христиане из иудеев претерпели за предшествующее время, и все это время помогали нуждающимся, страдали заключенным и многое другое. Вот он снова говорит о том, что держитесь, держитесь, стойте в этом, потому что вы доверяете верности Бога, верен тот, кто вот как здесь, в этом месте, верен тот, кто дал нам обещание. И наконец, в самом конце главы он вспоминает пророка Аввакума, цитирует его и говорит, праведный верой жив будет, а кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Мы же не из колеблющихся, но стоим в вере к спасению души. Вот не колеблющиеся, а стоящие в вере. Это переходный такой стих, которым кончается 10 глава, и начинается заключительная часть послания с совершенно новой темой, в центре которой будет вот этот феномен веры. Продолжение следует...